красавцы пони пустые руки не совать вам способны тянуть вес почти 2 тонны вот эта большая это пчелка она уже все взрослая а рядом с ней булочка она еще маленькая еще подрасти надо здесь вот черный большой это обычный домашний ослик ослики они очень умные если в стаде у кого-то есть имена а у кого-то одного нет он способен обижаться, злиться, ревновать плюс у них довольно сильное чувство стада то есть если они кого-то приняли к себе в стадо они будут защищать его до последнего благодаря чему их стали использовать фермеры кто имеет большие остин большие открытые поля в качестве пастушьей и охранной собаки во-первых у них очень хороший слух и они заблаговременно могут услышать что к ним кто-то приближается плюс они довольно громкие и могут предупредить ну и по всему они с мелким хищником способны справиться и самостоятельно и при этом ослы они в десятки раз дешевле чем обычная собака но там беленький маленький это американская миниатюрная лошадь это дикое животное которое в природе встречается 36-40 см в высоту их основной ареал обитания это полупустынные местности где большому животному себя довольно тяжело прокормить поэтому они и маленькие но при этом у нас в России где много полей травы они откормливаются примерно до такого размера то есть он уже взрослый и больше не вырастет Наташа, ты ему понравилась нет у меня ничего, нету, нету, это телефон это несъедобно нету, нету, нету такова их работа, кушать и прятаться на, опа, с перчаткой не съел а я черненького хочу покормить черненький очень хороший это особо, может, может, отрочь вот эта, может, отрочь нет, наложеный и нагленький нет, нагленький, вот этот, вот этот, который седает даже не садят А, кивнул бы Ань, не дёргайся. Он боится. Иди лошадку. Лошадка. Ротинки решили? Один чебурёк, иди сюда. Ты иди, я тебя уже дала. Привет!